Чуть больше месяца остается до главного политического события года выборов президента страны. В этом году ЦИК России значительно упростил систему голосования по месту нахождения, отказавшись от открепительных удостоверений. Как и где можно отдать свой голос, знают мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Шоклев. Владимир Званов в свой обеденный перерыв спешит в многофункциональный центр. Сегодня цель его визита одна – воспользоваться новой услугой, а именно получить талон о голосовании по месту нахождения. Здравствуйте. Я уезжаю в день выборов в другой город, я хотел бы проголосовать, вот как мне сделать, подскажете? Для оформления талона нужно иметь при себе только паспорт и знать точный адрес, где вы будете находиться в день президентских выборов 18 марта. Но есть одно «но». Услугой можно воспользоваться только один раз и только до 12 марта 2018 года. Владимир Евгеньевич, хочу вас предупредить, что данное заявление вы можете подать один раз. Если проголосовать по месту обращения в городе Москве у вас не получится, вы можете проголосовать по месту регистрации в городе Чебоксана. Вся информация о поданных заявлениях хранится в общей базе данных. Тут ваше заявление, не проверяйте свои данные. Если все правильно, здесь там подпись. С этого момента Владимир автоматически исключен из списка избирателей по месту регистрации в Чебоксарах и включен в избирательный список по месту фактического нахождения в столице страны. Вся процедура в итоге заняла 5-7 минут. Раньше это было по времени очень долго и необходимо было доказывать, показывать, рассказывать, почему-то ездить командировочно. Не всегда это было удобно и поэтому иногда получилось, что я не голосовал. На сегодняшний момент пришел в МФЦ, быстро буквально без всяких расспросов, взяли мои данные и теперь я спокойно могу проголосовать в Москве. Это всегда ответственно. И поэтому я сам пойду голосовать, естественно, все мои родственники пойдут. Надо пройти и сделать свой выбор. Это даже не долго, это скорее всего даже обязанность голосовать и прийти на выборы. Потому что таким способом мы изъявляем свое желание, показываем, кто нам импонирует, какой кандидат. Кстати, только в Чебоксарах новой услугой в первые же дни воспользовались почти 150 человек. Введена новая услуга и мы сразу ощутили, насколько она востребована. Люди приходят не под нажимом, не под каким-то давлением. Но, пожалуй, самый удобный способ подать заявление через сайт госуслуги. Достаточно лишь пройти по ссылке, заполнить электронную форму заявления, отправить его и 18 марта прийти на выбранный избирательный участок. Регистрация проста, бесплатна и занимает минимум времени. Именно такой способ и выбрала наша землячка Татьяна. Об этом она рассказала нам по скайпу. Я прописана в городе Новочебоксарск, но живу в городе Калининград. Раньше, чтобы у меня тут голосовать, мне нужно было брать открепительное. На это время совсем не хватало, а сейчас стало все намного проще. Я захожу со своего смартфона на портал госуслуг, подала заявку и теперь я могу спокойно проголосовать здесь. Считаю, что выборы это очень важное событие для всех граждан и мы все обязательно должны воспользоваться этим правом проголосовать, которое дается не так часто нам, раз в несколько лет. Это хорошая возможность, чтобы сделать свою жизнь, свой город и свою страну немного лучше. Прием онлайн заявлений также заканчивается 12 марта. А с 13 марта заявление можно подать только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.